привет приветствую и ну самое интересное время конечно же сейчас у нас многие матчапы еще не известны хотя идут уже турниры состоялись и много игроков и повторы вот присылают кто там как с кем играет но тем не менее как бы вот в открытом доступе для всеобщего так сказать обозрение матчапов мало и где-то на тех же стримах не всегда успеваешь внимание на какие-то особенности обратить ну поэтому вот как бы достаточно длинные видео особенно предыдущий видос очень долги такой был больше он конечно для ценителей фанатов так сказать хардкорных такого разбора детального но в этом поединке он чем интересен на первых понятно новая фракция это высшие эльфы и одна из дофига уважаемых фракций многими игроками орки за орков идет у нас член клана вулф его лидер современный это игрок под ником дипломат вот из англии игрок и игрок из москвы наш русскоязычный игрок член клана братья по оружию legend идет он за высших эльфов и вот его состав я к чему еще хочу обратить внимание что можно вполне играть по совершенно нормальным правилам и показывать замечательные тактические сражения пусть там без всяких каких-то там хитрых уж изысков но тем не менее как бы эти бои они более красивые чем где-то что-то заобузить там по 12 стрелков или там 6 воздуха взять как вот последний турнир был там викинг кэт блин на вампирах залез финал в итоге там где вампиров не было по на выхватывал вот вот и все что было ну и состав мне понравился единственное что я конечно не могу одобрить вот эту штуку орлины коготь не знаю для чего там брал его вот не уверен что он себя оправдал в этом поединке но тем не менее и так 4 белых льва крейса сразу скажу те кто говорят что они никакие блин вы просто не понимаете этого прикола у этих ребят они идеальны вообще как вот средняя пеха по я вот вообще считаю что это самое cost effective пеха во второй вахе то не согласен ну пожалуйста пишите то есть смотрите за счет этой всей воинской доблести у них 36 защита атака 38 дисциплина 88 плюс бронебойная еще сила оружия атака 38 блин это вообще немало плюс что немаловажно что очень даже важно сопротивление выстрелом аж 30 процентов это конечно очень высокий показатель пусть сближаются соперники великолепные вот эти вот товарищи принцы на этих драконах принцы драконы два таких отряда два копейщика замечательная принцесса на очень вот этом вот красивым великолепным солнечный по моему это дракон называется у нее вот такая вот она обрезанная то есть у нее только дыхание все больше ничего нету три замечательных с большим рейнджем стрелка лучники и у нас маг жизни просто он пешочком с кровью земли и все как бы все на этом ну и плюс кустах заныкались или риски разбойники которые здесь сейчас столкнуться в ближайшее время с гоблинскими волчьими наездниками дипломат не был бы дипломатом если бы он что-нибудь такое хитренькое не придумал ну и что орки ну и потом после боя конечно небольшой вывод по оркам вообще в целом значит торки у нас три гоблина копейщики это кавалерия четкой пацаны орков на ветрях мне такое ощущение что им добавили вот этот урон против крупных по-моему у них не было его может быть я просто уже ошибаюсь что достаточно ну давно было так ну вот этот орлины коготь стреляет причем залповым вот этим вот методом давайте посмотрим куда он стреляет ну по-моему он пытается выцепить здесь какого-то вожака то есть ну не те цели ну чуток снимает до чуток есть наверное мы сидать подольше пострелять то будет а я я и скажем так пусть уже бегут ну и основная пеха представлена дикими орками по 550 которые монет четкими пацанами орков вот их два и один черный орк ну естественно ночные гоблины седовитыми теми атаками не бегущие товарищи ну вот что там нас орлины коготь не успевает что-то накидать паучьи 2 ну то есть связку эту сохраняет дипломат 3 стрелка ржавые стреляла и обычные гоблины лучники грим гор в роли генерала жесткий блин вообще товарищ шаман ночных гоблинов назойливая чесотка и гор поправить ну разумеется ну и вожак гоблинов на волке и без вообще всего чего бы то ни было скажем так неплохо лукари отрабатывает причем фокусится здесь я так понимаю вообще все подряд до чего там дотянешься то-то твой стреляет от нас леджин да здесь спасается объектом по тылам гоблинские волчина из ники по идее бы им если мне вот этот вот отряд он по факту это отряд прикрытия его бы ему здесь ну раздолье было бы по лукарям пройтись хотя вот даже давайте сравним вот гоблины лучники что там атака 10 защита 15 и здесь атака 18 защиты 26 я понимаю что это пока их не просадят но тем не менее и так пошло у нас столкновение да вот здесь вот хоть и под горком здесь горка во время кинул но тем не менее charge свой практически ну не в полном объеме но выхватывает принцы драконы посмотрите как они максимально вообще сливают быстро кавалерию то же самое здесь у нас происходит на этом же правом фланге чуть-чуть медлит здесь legend но за счет того что в общем-то эти принцы драконы с великолепными своими этими показателями что у нас здесь и улучшенная кровь земли назойливая чесотка сразу на белых львов на итерии откидывается и более чем нормально вот здесь это очень хороший момент посмотрите находит лазейку здесь до дипломат замечает посмотрите какой микро то есть он вытаскивает гоблинов своих копейчиков вязан здесь или риски и разбойники но и тем не менее перестрелка она пока не в пользу явно орков складывается то есть по сути у нас идет фронтальные вот это столкновение и здесь уже кто что вывезет кто что не вывезет вот в этом столкновении очень здорово вот это я прямо особо хочу обратить момент то есть мы видели здесь столкнулись эти два отряда они зачаржили принцев драконов и посмотрите как видит что копейщики белые львы шибко здесь ну чтобы общем им помочь против диких орков и как можно быстрее слить и вот этот вот левый фланг орков и затащить свой правый legend берет своих принцев драконов и просто из этой пачки он их вытаскивает они чаржат посмотрите диких орков быть эти мгновенно начинают проседать по морали а часть вот здесь вот отряда застревает и не дает какое-то время не четким пацанам не получим наездникам лесных гоблинов биться вот просаживать полностью все модельки так скажем вот в этом отряде конечно мы видим что здесь два в один более того белые львы здесь под влиянием таких негативных обилок сила оружия минус скорость ну вот из-за яда ну и четкие пацаны орков они в общем то здесь неплохо заруливать до гуляют по тылам гоблинские волчьи наездники блин ну это вообще не такого которая может слить стрелков из 2 вахи прям совсем не то это кавалерия на левом фланге посмотрите несмотря на гор поправит принцы драконы просто-напросто снесли вот они уже набили 57 а это все кавалерия и здесь в основном тоже кого 49 тоже это все в основном кавалерия то есть еще одна улучшенная кровь земли абсолютно правильно откидывает здесь legend на кавалерию на копейщиков и на белых львов то здесь отряд практически целый понятно что ему здесь противостоял достаточно дешевые дикие орки однако мы видим что в центре большие проблемы ожидают высших эльфов здесь два в один фокусятся белые львы очень достойно они держатся очень здорово своим драконом 10 отрабатывал посмотрите приземлился он выхватил буквально от гримгора там пару тычков посмотрите вообще бедный дракон сразу она выхватывал ну и конечно же или риским разбойником досталось но они отбежали вот они остановились и теперь они в тылак теперь ими уже можно орудовать очень здорово ржавые стреляла крайне опасно просаживается принцесса у нас но здесь везунчик legend ему удается здесь вытащить свою принцессу из этого замеса иначе был бы ей капут более того здесь затаскивается фланг копейщики у нас отрабатывает по четким пацанам тут же это кавалерия великолепная при поддержке белых львов крейса чаржит этих четких пацанов и все-таки удается вот эту часть центра legend у спасти ну и спасти свой правый фланг да здесь возвращаются эти паучьи но это уже по большому счету здесь на правом фланге на вот этой вот части центра она ничего не решает однако конечно же здесь такой мощный прорыв получается под назвали очень сотка здесь эти принцы дракона попадают ну и вот опять таки по поводу дыхания но посмотрите то есть на единичную цель в общем-то не очень хорошо заходит скажем так да она конечно слишком жестко это дыхание поэтому мы имплементировали ограничения на него в правило на чемпионат россии который кстати стартует у нас вот уже в ближайшие дни так что у нас здесь у нас здесь улучшенная кровь земли и горк поправит пытается чаржить но чарж не удается и поэтому нужно нужно максимально быстро вообще спасаться и посмотрите тоже классный момент здорово прочаржил здесь legend под принцев драконов которые не дали грим гору вломить а так бы еще пару тычек и я думаю хана посмотрите вот тоже интересный момент под этим горком взлететь не может то ли скорости не хватает то ли что там дракона то ли что в горку ему надо да и посмотрите до сих пор как раненая курица там пытается значит взлететь но так так и не удается пока и даже вот обратим вот то да это она чаржи да и неплохо 10 чарж состоялся однозначно здесь чарж состоялся но под вакам здесь грим горы конечно это опасно однако посмотрите вот все таки обратите внимание на этих лукарей то обычные лукари не надо брать по 525 они нафиг такие не нужны вот они на палеве отбежали на измене теперь они возвращаются и в общем-то эти три лукаря хоть их все здесь покоцали они по факту расстреляли те отряды которые прорвали центр у высших эльфов а это черные орки а это четкие пацаны орков более того при поддержке мага хотя маг понятно что боец так себе еще и зарешали прогнали этих паучек то есть ты вы они себе фактически освободили вот это вот у нас белые львы самый геройский пожалуй пехотный отряд вот вот такое дыхание да вот такое дыхание нормально да то есть вот это вот уже лучше здесь же у нас эти принцы драконы просто-напросто по тылам крушат все до чего дотягиваются и стрелков причем это нужные фраги это те фраги которые те отряды бьются принцами драконами которые в общем то могут в эту принцессу законтрить пожалуйста вот такой вот поединок на встречных курсах на чаржах никаких здесь каких-то долгих стояний то есть сразу игроки приступают к активным действиям очень балансные составы что одного что у второго без каких-либо перекосов с очень здорово отрабатывают лучники в спину диким оркам да здесь есть какой-то определенный процент понятно friendly fire на копейщиков и на белых вот этих вот львов но тем не менее как бы цель достигается эти дикие орки они бегут дракон здесь у нас в одну маску вообще всю шайку вот этот гонит за счет своего ужасающего вида и в общем то здесь орки держатся уже только на грим горе на маги вот и ну понятно на ночные гоблина которые в принципе не бегут плюс еще вот такой вот небольшой здесь режимчик этих белых львов стоит которые сейчас подойдут и наведут там шороху вот он он чарж очередной великолепно заходит то есть просаживается у нас очередной раз гримгор ну гримгор стойки наверно все таки наиболее предпочтительный генерал сейчас с тем что ушли все банки и мне кажется все таки гримгору более выгодно смотрится ну и пару слов оборках все таки ну даже с учетом того что орлиный коготь здесь не зашел по большому счету тем не менее мы видим что выиграв по сути пехотное сражение ну что у нас удалось изберечь только белых вода еще одна кровь земли причем уже не улучшена то есть уже последнюю услугу своей армии оказывает свет маг жизни вот бросает он последний закол за счет которого эти белые львы стоят ну и в общем то оставшись без пехоты без пехотной поддержки я не думаю что здесь оркам что-то удастся вообще показать да то есть вот он гримгор наверно все таки лучший генерал сейчас в данный момент до проходит чарж два тычка кусь кусь как говорят на последнее тут что назойливая чесотка пыталась откинуться но уже ничего это к репутации не гримгора не высших эльфов данном бою это не добавляет поэтому вот такие вот результаты поединка молодец legend очень здорово действовал хорошая кстати карта да вот он он геройский один отряд посмотрите 119 то есть в общем-то походу вот этот который в центре наверное все таки запопал под двух его ломанули а здесь все по 70 в общем-то нормально ну дикие вот эти вообще великолепно отработали копейщиков нарубили они там на правом фланге немало а все остальные пехта посмотрите они все вся на уровне примерно львов и отыграла поэтому говорить о том что вы какая-то там не такая пеха думаю совершенно неверно ну естественно вот эти великолепные цифры то есть в принципе каждый отряд но я не беру орлины кокоть здесь сыграл и набил столько сколько ему было нужно дракон за свою стоимость полторы сотки пожалуйста наковырял и все остальные отряды тоже все сыграли великолепно ну и орки да в принципе тоже ну вот они кого послевали четыре отряда да практически вся пять отрядов кавалерии она просто-напросто рогами убилась у этих принцев драконов остатки вот этой вот кавы они слились сами вообще на лучниках ну что ж вот такие вот результаты поединка вот такой турнирный бой состоялся еще раз обращу внимание legend молодец редко русскоязычный там против топов затаскивать но не потому что не могут а иногда где-то не встретятся в турнире где-то еще что-то но в данной ситуации пожалуйста остается только порадоваться таким результатом и такому красивому поединку всем пока